Товарные грузы, предназначенные для экспорта, застряли на железнодорожных путях. На тупиках простаивают тысячи тонн муки и десятки тонн масла, рассказали от Амикен Бизнес представители нескольких компаний. Согласно приказу Минсельхоза, действующего с 23 марта, из Казахстана запрещено вывозить гречиху, муку, сахар, овощи, семена подсолнечника и подсолнечное масло. Казахстан Тимиржулы отныне не осуществляет загрузку товаров на свои вагоны. К такому запрету оказались не рады предприятия, осуществляющие крупные поставки в соседние страны. Некоторые из них и вовсе простаивают несколько месяцев и закрываются. Сейчас здесь 45 тонн подсолнечного масла нерафинированного холодного отчаяния, предназначенного в отгрузке в Китай. Хочу показать вот эту бутылку, вторую этикетку для Китая и этикетку государственную. Как я уже сказал, вышеуказанный объем масла промаркирован второй китайской этикеткой. И в период коронавируса сложно будет торгующим организациям объяснить простому покупателю населения происхождение этого масла. На сегодня на складе нашего предприятия 140 тонн товарного масла и свыше 80 тонн фасованного в 5-литровых бутылках. Производство фактически на сегодня остановлено из-за отсутствия сбыта, поскольку экспорт запрещен. А казахстанский рынок перенасыщенный рафинированными маслами, где большую часть занимает российские масла. Между тем, под угрозой срыва не только поставки, но и весенние полевые работы. Например, ряд хозяйств Акмолинской области заключили договоры с китайскими предпринимателями. Сроки посевное поджимают, а получить инвестиции пока не удается, рассказала Томикен Бизнес, глава Китайско-Казахстанской ассоциации предпринимателей продовольственной индустрии. Дело в том, что согласно нормативным документам банков для открытия расчетного счета, необходимо физическое присутствие предпринимателей в отделениях банков. Но проблема в том, что въезды в города Нур-Султан и Алматы, где в основном и находятся банковские филиалы, сейчас закрыты. Теперь ассоциация обратилась с просьбой к банкам оформлять необходимые документы по сканам. Мы как предприниматели хотели бы обратиться к правительству с просьбой внести изменения в эти требования, хотя бы на период карантина разрешить оформление и переоформление расчетных счетов, регистрацию договоров в банках через скан вариантов документов. Это бы нам помогло как-то уменьшить те проблемы, которые без того у нас имеются в связи с проведением весеннеполевых работ в условиях этой вспышки заболевания.